Теперь просто знать предмет недостаточно. Необходимо уметь применить полученные знания на практике. Это один из важных моментов, который включен в новые образовательные стандарты для первоклассников. Официально они вступают в силу 1 сентября 2011 года, но в Иркутске уже провели эксперимент. Площадкой для него был выбран Центр образования номер 47. Сегодня он отвечает всем требованиям для осуществления этой программы. Следующий, обязательно читаем. Учебный год, лица, душевная, правильная, правильная, лица, лица. С приходом осени изменится, во-первых, содержание образования. В школы города поступят новые учебники, а значит, системно-деятельный подход к уроку должен пересмотреть каждый учитель начальных классов. Сам учитель должен очень хорошо изучить требования к новым стандартам. Много было проведено у нас курсов, которые были организованы городом, дальше, и не только городом, не только на уровне города. То есть эти курсы были проведены. Сегодня учитель практически в школах готов. Личность должна быть всесторонне развита. Это второй важный момент системы образования. Поэтому в обязательную программу для первоклассников войдут внеурочные занятия. К общим 20 часам в неделю добавят еще 10. Выбрать занятие по душе может каждый ученик самостоятельно. В центре образования 47. Программ для всестороннего развития более 20. В течение года ученик может пересмотреть свои интересы и выбрать другие занятия. Посоветовать, что подходит вашему ребенку, может и врач. Например, если плохо развита моторика рук, в школе прилагают бисероплетение. Для интеллектуального развития – шахматы. Еще один важный момент. Дополнительные занятия будут тесно связаны с основными. Учебник литературного чтения Нечаевой, он очень тесно связан с неурочной деятельностью. Например, таким занятием, как «Я читатель», где ребенок может себя оценивать не только в роли читателя, но и в роли писателя, в роли слушателя и так далее. Окружающий мир. На уроках окружающего мира ребенок не только учится познавать мир с учетом всех особенностей, как раньше было урока природоведения. Но сейчас мы рассматриваем внеурочную деятельность, например, «Зверье мое». Те школы, в которых нет условий для внедрения всех внеурочных занятий, должны будут заключить договоры с различными спортивными школами, бассейнами. Все часы для дополнительного образования будут оплачены из федерального бюджета. Юлия Любишина, Виктор Тагмитов, Городской информационный канал, Камертон.